А ещё я хотел спросить, можем ли мы, как ты сказал, в живой беседе, а возможно ли это вообще донести то, что ты хочешь донести, потому что это очень значимо, а при этом в живой беседе со мной? Ну, собственно, мы с тобой этим и занимаемся. Практика – критерий истинный. Вот сейчас заодно и проверим. Пишите ваши комментарии. А то Газенко, наш роман любимый, перейдёт на нексионный способ. Нет, 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 божествия. Застряла у меня как за нахуй. Я всё время хочу спросить её. Вот Михаил Задорнов, ты сейчас так сказал как-то критически, да? Не получилось соревнования, когда ты его как бы отверг, не объяснив почему, и в то же время не получилось это вот ради успеха своего, нет? Ну, я говорю полушутя. Я понимаю, я понимаю провокационный вопрос, но здесь два подхода, друзья. Либо шоу, либо наука. Да, ну скажи, пожалуйста, на слово, чтобы... Ну, смотрите, я вот... Как я не понял, может быть... Да, ну, смотрите, значит, ну, как покойный Михаил Задорнов говорил, английское child и русское chado, по-русски chado, значит, русский был раньше, и поэтому мы научили англичан говорить. Ну, чушь полнейшая в любом случае с точки зрения науки, потому что это равноценные языки, а русский-то помоложе германского языка, ответвлением которого является английский. Так вот, собственно, разбираться с... У нас же есть дитя, ребенок и chado. Вот теперь действительно наука. Child и chado, и очень созвучная этому санскритская фонетика этого слова. Индийская, в смысле? Ну, это уже не индийская, это протоиндийская, так же, как протославянская, это не русская, да? То есть, да. Для начала, что такое ребенок? Откуда это произошло? Ну, скажем, протоевропейская хорб, потом орб, потом роб, было просто, да? Ну, в общем, корень содержит в себе сему робки. То есть, такой робкий, слабый. Ну, и изначально, кстати, и орб стал в греческом, потом в других языках, не буду сейчас обременять ваше внимание, синонимом сироты, ну, как орфан, да? То есть, в английском. Это лишний. Горб тоже оказался, вот, это лишняя часть. Или лишенный, лишенец. Вот этот лишенец стал у нас рабом. Поэтому вот робяты, робкие и рабы, которые лишние, оказались вот так вот созвучны. Но не потому, что, ребенок не потому, что он вынужден больше всех работать, да? Раб самый робкий. Что касается дитя. Вот дитя, это корень содержит в себе сосать молоко. Это тот, кто доить. Вот есть такое слово, да? Оно однокоренное, слово дитя. Да что ты. Да. И давать, кстати. Смотри, как интересно. То есть, кормить грудью. Соответственно, если у нас ребенок, это уже подросший ребенок, который уже обладает определенными эмоциями, то есть, он рабеет, да? То есть, он уже такой, да? То дитя, это действительно тот, кто вскармливается грудью. У нас говорят сосунок, да? Слушайте, как интересно. А чадо, это слово, однокоренное слово зачатие. Все очень просто. То есть, это еще фактически только-только рожденный. Это тот, кто только появился на свет. Начало, зачатие и чадо – это слова однокоренные. И это если с точки зрения науки. Поэтому, не вступая в полемику, тем более с человеком, который не может возразить… Не-не, ну, его все любят, естественно, потому что он, может быть, первый был там. Нет, он был далеко не первый. Я знаю, кто ему наговорил вот этого желаемого за действительно. Я знаю этих людей. Они безответственные люди. Они всюду стремились доказать, на самом деле, недоказуемое. И пользовались абсолютно антинаучными и, честно говоря, мошенническими методами. Просто был момент про американцев, против американцев. Да, ну вот в тот момент, когда у нас был действительно ужас, перестройка, люди теряли веру в будущее, они теряли почву под ногами. Им за что-то надо было цепляться, им дали вот эту фальшивую древность. Прошу прощения, как большому количеству бывших советских народов дали убеждение в своей исключительности, что помогало им обрести такую фальшивую самую… А что значит, это исключительность российского народа? Каждый народ ценен сам по себе и своей историей, но историей подлинной. Подлинной, вот это интересно. Во-первых, подлинной, а во-вторых, я очень хорошо понимаю, и то, что делал Михаил Задорнов, было в тот момент очень важно, потому что нас заставляли, принуждали, и это продолжается до сих пор, каяться и стыдиться по поводу собственной истории. Это очень серьезная манипуляция, которая ведет к массовой психиатрии. Но ведь ошибки мы тоже делали. Может быть, перед этим каяться в плане ошибок? Ни одна нация не кается, что было, то было. Англичане не каются по поводу того, что они сотнями тысяч уничтожали сорванных, согнанных с земель крестьян после огораживания армии Кромвеля на основании закона о бродяжничестве уничтожало… Но немцы же каялись, что фашизм был. Но их заставили, да. Но покаялись, и все, и дальше пошли, и после этого они уже не вспоминают. Это было не с нами. Французы чествуют свою французскую революцию. Англичане не каются по поводу того, что первых рабов в свою колонию на территории североамериканских Соединенных Штатов нынешних, да, они завезли белых ирландцев, фактически уничтожив весь народ. Ну, может, поэтому у нас… Я просто… Нет, у нас поэтому, потому что если ребенку ты будешь говорить, что его папа, дедушка, мама и так далее были такие-сякие, и перечислять все ошибки их, поэтому ты отродье, а не продолжение рода, то ребенок вырастет либо агрессором, либо абсолютно забитым. Это очень тонкий момент. Вот, возвращаюсь. То, что сделал тогда Задорнов, на самом деле было очень важно. Дать народу хотя бы вот эту поддержку, да, чтобы не каяться собственной истории, но гордиться. Но сейчас мы пожинаем лады, честно говоря, вот этого перегиба. Я в данном случае не даю оценок, но лучше заниматься языком и очищать язык по правде, давайте по науке. Я вам могу привести примеры того, как мы сами, гордясь фальшивым лингвистическим прошлым, и каясь по поводу, по большей степени, надуманных фантомов по поводу нашей кровавой и прочей истории. Истории, да. Да, мы с Касаем много на эту тему говорили, и я знаю, что я тебе тоже открывал очень многие вещи по поводу стереотипов. Не это дело. Потому что мы-то информацию имеем откуда? То, что нам давали, мы это и знали. Да, но мы с вами находимся. Мы находимся на пути вычеловечивания. Человек – это тот, кто действительно адекватно воспринимает информацию. У него есть определенные методы, определенные ключи для осознания себя, для управления собой, в том числе и для критического восприятия информации. Сейчас я вот в прием потрястись для снятия стресса, инерции, текущей доминанта, нервно-мощных зажимов. Если у вас, друзья, предстоит какое-то важное событие, и вы нервничаете, и не знаете, как быть. Допустим, завтра экзамен. Потрястись – это знаете как. Это просто стоишь и вот так вот трясешься. Да, но при этом думаешь об экзамене, а не о том, как трястись надо. Вот я говорил, вектор внимания всегда направлен на решение твоих волнующих тебя проблем в данный момент. У тебя экзамен завтра или встреча важная, или соревнования важные, или выступления важные, свидание важное, рисование должно быть важное. Ну, не важно, что, как говорится, важно, не важно, важно, не важно. Важно – это весомое. Весомое, да, мы помним, да. Но ты перед этим потрясся. Почему? Потому что по природе это синхронно твоему внутреннему инстинкту, выживательному инстинкту самосохранения. Поэтому нервная дрожь, предстартовый мандраж у спортсмена – это согласованная вещь. И когда ты потрясся в ритме, как тебе хочется, то потом ты чувствуешь груз упал с плеч. Так легко встал. Это снимает нервномышне заживление. Прием – потрястись. Да, минуту можно делать, полминуты. За несколько дней до важной встречи, поскольку волнует тебя этот вопрос, думая об этом, мучаясь этим вопросом, одновременно трясешься и вдруг замечаешь, что уже не мучаешься этим вопросом. То есть ты эмоционально, от волнующей темы, как-то отрешаешься и смотришь на это со стороны. То есть выходишь из этого выживательного момента, это теорема Бёделя есть, чтобы решить задачу, надо выйти из этой задачи и посмотреть со стороны. То же самое из этой эмоции. А вот говорят, раньше были там народно-смеховой культуре, Бахтина, Бахтина был специалист, народно-смеховая культура, как она помогала людям жить. И Блок тоже писал, что в хороводе можно было вынести рецепт приготовления вишневого варенья и так далее. Ну то есть это психофизиология связана с ментальностью, сознанием и так далее. А что после революции в Великой Октябрьской, например, в воскресенье, ну или какие-то дни связаны со сбором урожая или ещё чего-то, да? Назвали потом формальными названиями «День серпа и молота» и так далее, и так далее. И у людей погашение вот этого энтузиазма стало происходить. Ну что такое очень… Мир очень сложный. Насчёт серпа и молота тоже, если интересно, это очень глубокий символ, почему он так легко прижился, в том числе и та же самая красная звезда в абсолютно христианской стране. Если интересно, можно об этом рассказать. Вот наконец-то, красная звезда из пяти концов, она откуда? В следующий раз мы повесим эту интригу, это долгий разговор. Вот благодарю сердечно, уважаемый Роман и Хасай, за прекрасную подачу материала в вебинары «Ценность смыслов слов», «Раскваривая глубину», «Осознанное понимание». Ну, собственно, Андрей, это то, что и является нашей целью, и за это огромная благодарность, что мы… Макатож, да, Андрюша, Красноярск, врач, психотерапевт, работа в ИЧС и так далее, мы с ним вместе создавали в своё время, азбуку саморегуляции для детей, родителей, педагогов, фильм такой, фильм такой. Андрюша, привет тебе, привет, очень талантливый человек. Прошу прощения, вот Евгений, Евгений, я уже объяснил смысл приставки «бес», к «бесам» это не относится, во-первых, ни в коем случае, священный синод бы это не утвердил, а потом, простите, пожалуйста, какая разница, написано «бес» пардонный или произнесено «бес» пардонный? Вы всё равно при произнесении это оглушаете, это же не значит, что вы «беса» призываете, правда? Да, да, буквально. Слово, да, текст, то есть язык имеет письменную форму и устную форму, в устной форме так произносится, причём произносится веками, и никто не вкладывает этого смысла. Например, «бессвязная» речь. «Бессвязная», да, мы не произносим «бессвязная», да. Там же ничего плохого нету, без связанного. Да, естественно. То есть не надо так вот искать чёрта там, где его нету. Вот именно, да. Друзья, всех обнимаем.